Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях художник-декоратор Ксения Фокина. Привет, Ксения! Привет! Поводом для нашей встречи стало открытие сразу нескольких фото-выставок. Это выставок, где фотохудожники представили свое творчество, связанное с путешествиями. В частности, в этой стезе работала и ты. Представлены твои работы в Музее молодежного движения на выставке, которая вчера открылась. Персональная выставка у тебя тоже недавно открылась. И посвящены фотографии путешествия. Как рождаются такие снимки? Расскажи немножечко, приоткрой завесу тайны. Давай начнем с Прованса, с путешествия по Франции. Это твоя персональная выставка. Ну, просто фотоаппарат я беру всегда с собой, поэтому я без него не представляю путешествия. Ну, вот так и получается. Хожу и фотографирую. Эта выставка получила название «Путешествие по крышам, улочкам», насколько я помню. То есть посвящена была не столько знаменитым достопримечательностям, сколько именно колоритным каким-то деталям. Почему именно детали вызывают интерес твой? Не знаю, люблю детали. Очень люблю все рассматривать и обращаю внимание на мелочи. А если говорить о снимках, которые представлены в библиотеке, по-моему, в библиотеке Есенина, да? Городской, да, именно Есенина. Городской. Что там за снимки? Есть ли какие-то любимые? Есть ли те, которые навевают особые воспоминания? И что это за воспоминания? Ну, они все интересные для меня. И, в общем-то, даже... Ну, вот именно их я хотела показать, и они там все для меня интересные. Если говорить о том, что ты решила выставить их, вынести на, скажем так, на обозрение широкой публики, поделиться с рязанцами своими какими-то чувствами, мыслями, может, переживаниями, что ты хотела донести и сказать этой выставкой? Ой, восхищение красотой, которую я видела, и показать тем, кто этого не видел, может быть, захочет увидеть. Ну, и не знаю, как всегда. Если я что-то увидела интересное, сфотографировала, хочется показать всем. То, что меня захватило, удивило, восхитило. Вот ты являешься членом фото-клуба «Уистока», о котором мы и в наших программах не раз рассказывали. Недавно на заседании, на одном из заседаний клуба говорили о том, что каждый фотохудожник видит кадр по-своему. Вот как ты думаешь, что особенного в твоем видении Франции? Не знаю, не знаю, что особенного, но просто любой человек, увидев, фотографировав, он бы свое что-то донес. Ну, у меня как раз все строилось из деталей, потому что общее впечатление, как правило, из деталей возникает, из ощущений каких-то даже не обязательно увиденных, а почувствованных, запахи какие-то, звуки. Вот жалко, нельзя этого передать в фотографии. Фото-клуб «Уистока» отличается у нас тем, что в нем собрались люди, которые увлечены пейзажной съемкой, правильно? И отыскивают даже в рамках родного региона такие места, которые неузнаваемы на снимках. Как ты попала к ним? Что тебя привлекло именно в этом пейзажном фото-клубе? Я попала совершенно случайно за компанию. Очень приятные люди, очень приятная компания, и все вот эти поездки, они строятся и на общении тоже, ну, даже в основном на общении, ну, и, соответственно, отсюда и снимки хорошие. Часть настроения получается от этих людей, с которыми мы ездим. И насколько я успела ознакомиться с твоим творчеством, тебя вообще в целом интересуют не столько портреты, сколько вот именно фотографий, картины, изображений природы, да? Ну, нет, портреты я тоже люблю снимать, и в поездках, как правило, я, если куда-то там в какие-то интересные места я езжу, у меня портретов тоже всегда много, но, допустим, та же Франция, она выхвачена из контекста. Вот эти домики, какие-то уголки, окошки, это выхвачено. Также есть лица много, ну, это отдельный разговор просто. То есть это тема отдельных? Да, это всегда отдельный разговор, да. И вот буквально на днях открылась выставка фотографий, посвященных путешествиям в Музее молодежного движения. Там ты тоже поучаствовала. Расскажи нам в целом об этой выставке, что это за фотохудожники там представили себя, и какие твои работы можно там увидеть? Это выставка ежегодная, в этом году она была юбилейная, и есть, вот она юбилейная, десятая, посвящена путешествиям туристическим, ну, спортивный туризм такой, пеший, там, не знаю, сплав по рекам, велосипедный, и участвуют те ребята, которые, естественно, участвовали в этих походах. А ты тоже участвовала, получается, в походах? Ну, я велосипедист, я лыжник, горнолыжник, ну, вот в этом году я была в Хибинах, не на горных лыжах, я была на таких туристических лыжах, да. Ну, вот, у меня там фотографии из Хибин, и на майские праздники мы были в Беларуси на велосипедах. То есть, получается, одновременно сочетается вот это приятное путешествие и фото, вернее, хобби, да, увлечение фотографией, получается, что и спорт, и когда успеваешь фотографировать, если всё время едешь на велосипеде? Ну, как-то успеваю, как-то успеваю, ну, и все наши путешествия велосипедные строятся с учётом каких-то исторических мест, не просто спорт, а преодоление чего-то там, себя, каких-то километров, ну, и плюс ещё интересные места посмотреть. Например, в Белоруссии в этом году мы были в наших планах посмотреть было много замков, вот, и памятники Великой Отечественной войны. То есть, получается, черпаешь вдохновение в различных уголках нашей планеты, так выходит? А есть ли те места, которые наиболее запомнились тебе, как художнику именно, которые, вот, всплывают в памяти, вдохновляют даже после, там, определённого времени, который прошёл от того момента, когда ты их видела? Есть такие места? Да, очень люблю Тибет и очень люблю Индию. А чем они так зацепили твою творческую надпу? Куда надо попасть, это восхитительно. Ну, не знаю, люди, лица, природа, это, да, восхитительно. Мы вот сейчас говорим о фотографиях, но, между тем, твоя основная деятельность – это живопись, декораторское искусство, то есть ты художник. И в результате получается, что в твоей живописи тоже отображается именно вдохновение от путешествий, или же нет? Откуда берётся начало твоих картин, например? График. В основном я график, да. То есть если касается творческих работ, то я график. Ну, вдохновение черпается из чего угодно, из музыки, из общения какого-то, из путешествий, из чего угодно. Ну, а работа – это работа. То есть там уже вдохновение не знаю, из чего черпается, то есть там какие-то темы рассматриваются, это уже заданная тема, и я её разрабатываю. Несмотря на то, что и то, и другое относятся к художественному искусству, к изобразительному искусству, и фотография, и графика. Между тем, это два совершенно разных направления. Есть ли у тебя желание, допустим, делиться своими графическими работами? Открывались ли когда-нибудь выставки твоей графики? Ну, давно, когда-то было, да. Я думаю, я к этому вернусь. И ещё одно направление твоей деятельности, талантливый человек талантлив во всём, это декораторское искусство, тоже отдельный вид, целый пласт работы, творчества и так далее. В чём специфика? Что ты делаешь как декоратор? Украшение домов, внутри и снаружи. То есть это тоже простор для творчества? Да, простор, да. Мне очень нравится. И очень люблю какие-то объёмные работы, чтобы королевство большое было и было где размахнуться. Как правило, вот, допустим, здесь сталкиваешься наверняка с такой проблемой, что хозяин вот этого королевства даёт некие установки тебе, как художнику ограничивает тебя, и нужно работать в определённом направлении. Или же это не так сложно? Нет, не сложно. В любом случае фантазии есть, где развернуться. А вот, допустим, мне, как обывателю, не совсем понятно, декоратор, да, декоратор интерьера. Что можно расписать? Что ты, как художник, можешь расписать? Придти ко мне в квартиру, посмотреть и что сделать, например? Это может быть мебель расписана, может быть стена какая-то, может потолок, всё что угодно, любые поверхности. Или украшены каким-то декоративным покрытием. Ну, простора много. Декораторское искусство, графика, фотография, любимое есть? Или они взаимодополняют друг друга? Они очень дополняют друг друга, и я думаю, что, наверное, без чего-то одного не было бы другого. То есть, в любом случае, ты комплексный художник такой. В ближайшее время с фотографическими работами Ксении Фокиной можно познакомиться в Музее молодёжного движения. Будем надеяться, что и графику в скором времени мы тоже увидим. Спасибо, Ксения, что пришла к нам в студию. Мы прощаемся с вами. До следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова